Как показали последние события, климат бывает очень капризным. Казалось бы, Ленинградская область, безопасный район. У нас не бывает торнадо и цунами. Но сильнейший шторм, который пронёсся над северо-западом в конце июля, показал погоду тоже надо принимать в расчёт. Петербуржец Николай Камнев и его родные убедились в этом на собственном опыте. В те глуполучные дни они отдыхали на островах Воксы. Путешественники говорят, спаслись только чудом. Шквал ветра, он просто все ожидания превысил. Потому что небо стало таким чёрно-коричневым. Прошла как бы стена воды, песка и ветра. И сосна, которая на этаже, наверное, до пятого, она против нас, она согнулась под 45 градусов. Очень удивительное ощущение, когда ты сидишь, смотришь. Я жене глаза закрыл, она испугалась очень страшно. Сидела, смотрела, потому что вот уже некуда сильнее дуть ветру, а он становится всё сильнее и сильнее и сильнее. Стихи застали и дети, воспитанники лагеря «Медведь». Это тоже на Воксе. Лагерь в начале лета традиционно разбили прямо в лесу, но к урагану всё же подготовились. Накануне, как только узнали о надвигающемся шторме, дружно всем лагерем заорудили убежище. Никто не пострадал, но испугались не на шутку. Потом сказали, быстро вылезаем из палаток. Это, конечно, был у меня шок. У меня, блин, сердце как-то, не знаю, так вот как будто... Я не понимала сначала, почему надо вылезать из палаток, что случилось. Собраться и не паниковать детей научили воспитатели лагеря. Теперь подростки знают, как безопасно жить в палатках, ориентироваться в лесу, готовить еду, колоть дрова и разводить костёр. Почти две недели такой закалки, и родителям уже есть чему поучиться у своих детей. Отзывы абсолютно разные от того, что ребёнок приезжает и рассказывает с упоением о том, что на борще должна быть золотистая плёночка, работая с нашим поваром, до тех впечатлений, что ребёнок научился мыть посуду, самостоятельно её моет. А ещё бывают такие впечатления, что дети приезжают и начинают воспитывать своих родителей. Не только этими, но и другими навыками нужно обладать любителям дикого отдыха. Уходя с палаткой в лес, нужно уметь выбрать место для кемпинга, правильно поставить тент и вырыть небольшую канаву, чтобы туда могла стекать вода. Но главное — это выбрать место для отдыха. Многие туристы предпочитают совсем уж уединённые места, там, где нет интернета и сотовой связи. Некоторые даже специально не останавливаются вблизи деревень. Однако неподготовленным путешественникам рекомендуется всё-таки не отходить от населённых пунктов, ведь рассчитывать в лесу можно только на себя. Это должны все понимать, кто уходит в лес, даже за грибами, что помощь не скоро придёт. Поэтому нужно брать с собой обязательно в порядке аптечку и необходимые там средства для оказания первой медицинской помощи. Плюс ко всему, если вы собираетесь уехать надолго, то лучше запастись рациями, предупредить родственников и постоянно выходить на связь, сообщать, где вы находитесь. Плюс ко всему, лучше не принадлежать советами синоптиков. Дикий туризм, несомненно, один из самых любимых видов отдыха ещё с советских времён. И сейчас он популярен. Палатки и спальники в магазинах быстро раскупают. Хотя Ленинградской области, да и всей России до европейского комфорта ещё далеко.